ну что всем привет с вами надежда а мы в деревне агафья нашла себе друзей деревенских это к вопросу о том с кем будут играть дети дружи а детей оказалось здесь много это не ваша корова там стоит вон там корова не все конечно живут здесь круглый год однако они есть а мы сидим на остановке и ждем автобуса мы отправились в квартиру в таком вот уставшим виде я спать хочу ужасно тяжело ночь дается тому же физические нагрузки сказываются отправились мы в город в квартиру за вещами едем на очень старом дряхлом автобусе который дребезжит и подпрыгивает на каждой кочке а кочек здесь очень много я бы сказала дорога состоит вся из кочек из-за того что автобус деревенский он очень пыльный и грязный но мы не рады и такому какой-никакой а транспорт который нас везет в город и позволяет выполнять свои задумки свои планы в общем мы довольны похоже не только я устаю но и лёша тоже наш семейный косарь который косит траву ну вот мы упаковали большую часть вещей ждем такси сейчас возьмем машину и отправимся с максим сергеевичем вдвоем путь все дам больше ничего там вроде нет коробка а выжималка просто народе почему медвежий угол потому что ну они сейчас есть есть да не приходят сегодня а так по дороге встречал обратно нас везет местный житель который помогает нам с транспортом рассказывает про местные дороги места в общем очень интересный и полезный человек ну а это красивая дорога до дому справа и слева леса и поля красота ну вот мы и на нашем заросшем участке первым делом надо прокосить его и для этого был куплен хороший триммер кстати заметьте гараж у нас теперь есть половинка ну на сегодня-то хвач нам надо будет обратно и в город да забрать эту зеленую крокодилу тяжелая нет ну так сказать так что нужно баночка . . разве был вроде смешанный нет уже где купили все павла ты посмотри грызет а собака что думаешь литра не хватит ты видел какие тут большие вон смотри какие думаешь долбаник палкой только позже я отойду дело свободный бензин еще дешевый в прошлом году цена такая же была это же не у нас в англии и не в европе вот это инвестиции ну надо было больше бензина да и с собой его увозить какой он красивый слушай бензин наш голубоват и кажется ну пахнет он классно просто шикарно дольше кстати тоже нравится ну потом когда починим будет два полегче нет новый потяжелее такой же новый потяжелее новый потяжелее тут только так чтоб целенькая была точно никого а вон ту сверху ой 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 страшно максо дай мне вон ту давайте за нет я не могу поднимите ее потрясите а потом дайте мне хорошо надо разжидать костюр я агафьи потом покажу где это ремень миши коровка помни была где-то там да угу ну что погнали ох какая муха тела смотри макс посмотри какая огромная агафьи покажу ну вот макс и занялся козьбой трава очень высокая и очень много и с первого раза конечно газончика не получится макс пока что прокашивает так сказать грубо ну а я буду грабить траву но для этого мне понадобятся мои блогерские тире видеографические принадлежности в виде треноги которые я с собой привезла из англии как же я буду вам показывать чем я занимаюсь без этих штук так же меня ждет дезинфицирование полов хлоркой или как она в россии называется белизна отмывание полов отшоркивание для того чтобы можно было постелить ковры и уже хоть как-то ночевать здесь с детьми но скорее всего это уже не войдет в это видео а наверное растянется на следующее в общем я начинаю работать не здесь так в другом месте а перчатки кстати большие не смогу я в них работать неудобные они классно здесь как пахнет то вкусно пахнет вкусно крапивой какой-то ух ты прокосил как ага этот забор кстати да надо будет убирать его это калитка ли что это не было ой как вкусно пахнет ой как вкусно пахнет траву вы видишь подперли этот сарай потому что он наклонился его видать нужно будет убирать мне кажется дровяник к скотному двору пристроен ого я когда зимой здесь была так она была ничего себе вода как ушла сейчас я зрителям покажу провалить ничего себе вода ушла макс она была вот вот прям про папа под поверхность по поверхность вот так вот было где вот и стоишь вот здесь вот вот здесь вода была как она обмельчалась и лягушки слушай так его надо будет почистить может быть углубить я думаю метров семь длиной где-то пять метров шириной 5 на 6 это так куда такой большой пруд не маленький интересная глубина какая у него ну хозяин вроде говорил что это два метра глубины то здесь получается один метр остался да если она на метр снизилась один метр остался здорово у нас свой пруд макс у нас свой пруд у нас свой пруд ну что же болото да пока что на болото мы его углубим почистим запустим амуров и лебедей да похоже такая слива здорово свой собственный пруд напишите в комментариях у кого есть свой собственный пруд я обладательница своего собственного пруда хозяйка пруда болотного король там уже почистить и будет классный пруд а скошенная трава так вкусно пахнет сейчас пойду за граблями в гараже грабли и буду грабить сделала для вас смонтировала одно видео а потом подумала у меня материала много и в телефоне забивается память мне надо память освобождать телефон потом подумала что это я буду делать вечером все равно не интернета здесь ничего нет мы сегодня здесь ночевкой грабли и железные а вон есть деревянный в общем с ночевкой буду здесь поэтому вечером будет много времени здесь не телевизор они не интернета не пазлы есть а это кстати грабли пластмассовый в общем буду вечером монтировать глядишь да монтирую а то знаете что так получается что у меня материал копится лежит мне его надо монтировать у меня времени нет все где-то еду куда-то откуда-то выезжаю что-то несу бегу куда-то что-то где-то делаю и получается что у меня видео выходит с большим запозданием и копится в телефоне много файлов и мне надо с ними разбираться в общем большая каша большой балаган получается мне то есть нужно садиться и работать на компьютере на телефоне заниматься всем этим а это большая долгая работа и вот так вот в моем стиле жизни да тогда я путешествую где-то что-то работают тут вот сейчас буду граблями заниматься сеном эти да и мне просто не остается времени чтобы для вас что-то смонтировать а без этого без этого вы не узнаете где я и что у меня и как мне поэтому мне нужно работать здесь здесь в реальной жизни еще монтировать для вас надо мне сегодня сесть и хорошенько хорошенько поработать после того как я физически сейчас поработаю самое время будет поработать умственно как красиво солнце светит ну вот я занялась травой мне надо собрать все что максим срезал есть большие участки где он не прошелся триммером просто потому что невозможно с первого раза как я сказала сделать все аккуратно все красиво ли вылегла уже трава полегшая в общем тяжело ему конечно косить триммером и следствие тяжело мне собирать зелень потому что она запутывается то что скошено запутывается в то что еще не скошено ну соберу что смогу дальше максим должен будет пройти еще раз триммером и уже будет более-менее мелкая травка по которой будет приятно ходить играть но это все подготовка к тому чтобы сюда приехали дети так сказать и жить быть ночевать для этого мы и подготавливаем занятия не трудная занятие очень приятная но надо сказать у меня какая-то слабость и ощущение что я скоро заболею мы вернулись из москвы а там болел мой брат не знаю чем то ли коронавирус то ли грипп как бы мне не подцепить тоже и не слечь не самое подходящее время для того чтобы болеть работы много и болеть конечно нельзя но посмотрим может быть свежий воздух как-то не рдаст не разболеться хотя чувствую уже слабость ну а следующее наше дело проникнуть в сад который заросший и попробовать там тоже прокосить на этом я с вами прощаюсь мои дорогие зрители всем спасибо за поддержку за поддержку лайком комментариям и рублем благодарность вам большая а чё за провода а чего это чё за провода то надо этот как-то освободить его до вот не знаю напишите товарищи мои зрители друзья и подписчики вот она вот такая мелкая у нее очень крупная это потому что ее много лет не обрезали или почему она такая мелкая или сорт такой если ее обрезать она в следующем году будет крупная нормально потому что она вообще-то сладкая вкусная ну то есть сорт на вкус вкусный но вот она почему-то вот или так она должна расти может просто уж они ухаживали за ней поэтому она так ягодка дал наверх куда-то идет кстати этот забор не нужен как бы просто огораживает палисадник том плане что там за забором тоже наша территория какой спил красивый убрывается фонарь был раньше фонарь не уйдет фонарь не вижу где провод заканчивается